Губернатор Александр Цибульский также встретился с первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обсуждалось то, каким перспективным проектом может принести пользу создание особой экономической зоны. Вопрос создания территории, опережающего развитие в Поморье, требует хорошего набора аргументов, чтобы решение было поддержано правительством России. Но по словам первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, моментов, говорящих в пользу создания ТОРа, множество. Главное, что это интересно как бизнесу, так и науке. Нам сегодня уже с одним из потенциальных резидентов, это по проекту Архангельс СПГ, нам удалось тоже встретиться, мы его заслушали. Посмотрели проект, проект нам показался интересным, но в целом отвечает и сегодняшним вызовам, и экологическим. Это уголь, мазон, замена их газом по технологии СПГ. Основная задача для Миндаль-Восток развития – оценить площадки, которые есть в регионе, и потенциально могут привлекать инвестиции. Какие науговые преференции будут особенно актуальны. Глава региона в ходе встречи напомнил, что не меньшая аналитика и дискуссия случились два года назад, когда появился статус резидента арктической зоны страны. Но время доказало эффективность принятого тогда решения для поддержки инвесторов. Сегодня в Архангельске уже 148 предприятий, так или иначе, начали новую производственную деятельность и стали резидентами арктической зоны. Это говорит о том, что востребованность этого инструмента огромная. Мы предварительно смотрели теми якобы инвесторами, которые у нас готовы в этот тон заходить, на тех площадках, которые мы с вами обозначили. Мы, как вы правильно сказали, в первую очередь ориентируемся на создание промышленных и производственных площадок. Сегодня первоначально заявлено на инвестиции у нас уже подходит от 61 миллиардов рублей. Я думаю, что это очень приличные инвестиции в сегодняшних реалиях территории Севера. Идею создания особой экономической зоны поддержал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время недавнего визита. По словам губернатора, территория опережающего развития позволит не только ввести льготный налоговый режим, упростить административные процедуры, но и в ускоренном темпе развивать экономику по морю. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Продолжение следует...